Привет, друзья! Я Дарья Поздняк, хотела вам рассказать про конусы, как они появились, как эта идея вообще пришла. Я заказывала камушки в одном месте для ритуалов надьяи, жемчуг там заказывала, кораллы и прочее. И, конечно же, в сообществе периодически реклама какая-то звучит, то есть рассказывают, кто еще что покупает. И однажды я увидела сначала палочки Пала Санта, мне положили их в подарок, я написала, что это такое, как используют, мне сказали, поджигаешь, она дает дымок, ты ходишь, окуриваешь и таким образом очищаешь. Я стала пользоваться, мне понравилось. Потом появилась, я стала уже эти Пала Санта сама себе заказывать, потом появились вот эти конусы, про них стали рассказывать. И говорят, что прям воздух как будто бы звенит после очищения. И я так и послушала, думаю, блин, звенит, классно. А я хожу тут по пять кругов наворачиваю, еще что-то делаю, еще что-то делаю, чтобы воздух зазвенел. Вот, то есть делаю довольно много всего. Я взяла на пробу коробочку с четырех штучек, попробовала, мне понравилось, думаю, блин, как классно для ленивых прям, не надо вообще запариваться, не надо заморачиваться. Поставила, она тлеет, у тебя все очищается. Потому что, например, смотрите, воздухоррекции. Для воздухоррекции нам нужно сначала накануне, например, разметить места, куда будем закладывать. Потом в саму коррекцию нужно зажечь на юго-востоке волшебную микстуру. Нужно по этим размеченным точкам, значит, что-то разложить в определенной последовательности, в определенные места. Это еще хорошо, если мы накануне разметили. А если вы забыли или там что-то, вы делаете в этот же день, вам нужно разложить корректор. Потом эти корректоры нужно раствором замазать. Это все нужно сделать, это все занимает реально часы. Вот, вряд ли вы возьмете кого-то из своих рабочих себе помогать. Не у всех у нас девочек, даже мужья, которых можно взять, чтобы они оказывали помощь. Потому что многие мужья, вообще мужчины довольно скептичные, они могут в вас не верить. То есть девочка корректирует, например, а муж как бы, ну, знает, но особо не лезет, и она особо его не просит. Потому что, ну, зачем рядом человек, который будет обесценивать? Вы делаете магический ритуал, вам это не нужно, лишнее обесценивание. Поэтому я, например, лучше буду делать сама, чем... Ну, мне делают всю подготовку, то есть мне помогают. Вот я говорю, какой раствор мне нужно привезти, положить мне там, я прихожу, там у меня есть шпатель. Но скоро вы увидите, я буду, не уверена, что буду снимать видео, но какие-то фотки, что-то, какие-то рассказы, я вам точно расскажу, как я все это делаю. Вот, и получается, что у вас и так довольно сложный, нагруженный день. Но вам при этом перед коррекцией нужно обязательно сделать очищение, в чем хорошее очищение. Также, когда я прихожу накануне размечать, также я делаю очищение еще, как бы накануне. Потом я делаю в день коррекции, и я могу прийти на следующий день тоже сделать. Потому что, понимаете, вы перестраиваете энергию, то есть вот энергия течет в негативное, против часовой стрелки. Закладывая корректора, вы ее меняете направление на по часовой стрелке, она начинает двигаться. Мы, люди, и все окружение очень сильно чувствуем этот перепад движения. То есть, когда она уже закрутилась по часовой стрелке, крутится, все будет хорошо, вам будет хорошо, соседям будет хорошо, энергия будет течь хорошо, и все будет оки-доки. Но когда энергия меняет положение из негативного в позитивное, вот этот вестник создается некоторый хаос, который довольно сильно на нас может воздействовать. И чтобы избежать каких-то негативных моментов, там это могут быть какие-то ссоры, может быть какая-то там, у кого что это, может смотреть какой сектор мы еще корректируем, Ну это может быть какие-то там потери, потеряли кошелек, или там штраф на машину вам пришел, вы где-то проехали, там правила нарушили, не заметили какой-то знак. То есть, какие-то такие вот не совсем приятные вещи, вот, или там если слабый иммунитет, можно там простудой заболеть, например. То есть, ну какие-то такие вещи, они не супер критичные, но они могут происходить в этот момент турбулентность. Мы это время называем турбулентность после коррекции. Так вот, чтобы эту турбулентность минимизировать, мы делаем очищение до коррекции, и если есть возможность после коррекции, можно несколько раз прийти, тоже сделать очищение. Обычно я делаю пятью элементами, но я вам уже рассказывала, довольно долго, сложно, ходишь-ходишь. А здесь я взяла эти конусы, поставила и поняла, что это обалдеть как просто и легко. То есть, я поставила, зажгла, пока они горят и мне очищают, я делаю свои закладки, например. То есть, я зажгла, например, на юго-востоке волшебную микстуру, поставила один-два конуса, и делаю закладки. То есть, одно, другое, третье, это все вместе дает обалденный результат. И сейчас мне предстоит делать, как раз мои все коррекции закладывать. Я очень переживала, потому что место, где я покупала конусы, там они отказались от поставщика, потому что очень сильно подскочила цена, возможно, какие-то компоненты подорожали, может быть, что-то. В общем, новый поставщик еще не появился. Я думаю, что же я буду делать, где же мне конусы брать, потому что или мне придется варить волшебную микстуру, может быть, мне придется делать эти девять кокосов, может быть, мне, ну, в общем, мне придется заморачиваться, а я такой легкий путь хотела. И тут моя знакомая, недавно мы с ней говорили, что свечи, что-то такое очищение, дома поделай, чтобы ушли соседи. Или как-то они стали себя лучше вести. Ну, как бы пьянствующие соседи, это не очень хорошо. Вот, и поэтому, я говорю, по делу очищения. Говорю, вот были такие конусы, например, вот можно там свечами, можно этим. Говорю, о, она такая фотки присылает. Я говорю, это что за трава? Сухие травы. Я говорю, слушай, шалфеем окуривают. Вот этим окуривают. Она мне фотки присылает. Я говорю, слушай, ну у тебя вообще такой арсенал, ну, сама что-нибудь слепи из этого. И говорю, этим и делай. Это твои травы магические, твои уже, вращены еще на твоем огороде, с твоей энергетикой. Это будет космос. Давай, говорю, делай. Через некоторое время она мне присылает какое-то подобие то ли свечи, то ли конуса, что-то средненького такого. И показывает, как она у нее, значит, это. Я говорю, обалдеть, давай вот то же самое, только вот так, вот так, вот так. Мы с ней обсудили. Она присылает мне на следующий день, или через два дня, другую. Я космос вообще говорю, давай, давай еще вот так, вот так, вот так. Вот это еще можно сделать. И говорю мне, мне давай первую пробную партию. И вот мы с ней поговорили, и она их уже лепит, уже все круто. Я уже партию получила, я уже пользуюсь. То есть, и оно, знаете, как родилось? Я ей не говорила, что у меня проблемы с конусами, что мне нужны конусы. Это просто какой-то общий канал, который у нас с друзьями, с родственниками, с близкими, с кем мы общаемся, у нас всегда есть какой-то общий канал. Если эти люди, они нам близки, если у них какая-то похожая или сильная энергетика, если мы с ними в один тандем попадаем, то идеи начинают вот вместе обобщаться, и вместе что-то генериться. То есть, я буквально сижу и думаю, как мне чистить помещение, где мне взять конусы, и тут она мне присылает фотографию, на которой практически то, что мне нужно, чуть-чуть изменить, и будет то, что мне нужно. И она показывает, как оно у неё горит. И вот в этот момент я обалдела. То есть, вот это общее поле, это, конечно, космос. И вот, собственно, из этого конусы родились. И при том, что девочка не просто их лепит, а она ещё свою энергию мощную закладывает. Она очень сильный, не знаю, как назвать, энергопрактик, шаман, как это назвать, не знаю точно. В общем, работают они бомбически. Сейчас я уже жду вторую партию. Но партия от партии может немножко отличаться, потому что мы дорабатываем. То есть, может чуть измениться форма, чуть измениться цвет, состав. Но всё равно вы понимаете, что я всё проверяю на себе, и на всём моём ближайшем окружении всё всегда проверяю. Я вам никогда что-то такое, что я сама не проверила, не рассказываю. То есть, если я что-то рассказываю, значит, я это уже использую. Вот. Если будет интересно, под видео будет ссылочка обязательно, где можно конусы посмотреть, почитать. Вот. В общем, вот такую историю создания конусов я хотела вам рассказать. Оставляйте комментарии, как вам интересно такой вообще формат видео, насколько вам это интересно, сколько заходит. А с вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok